Путин испытывает давление и извне, и внутри. В этом сомнений нет. Давление извне — это давление с помощью оружия в руках. А давление дипломатическое и политическое он, очевидно, испытывает уже, чем дальше, тем более острое, от тех своих партнеров, которых он до сих пор готов считать партнерами. В первую очередь, от Китая, кроме этого, Индия. Частично это от Турции. Мы понимаем, что Китай не заинтересован в ядерной эскалации никак. Как, соответственно, Путин будет продолжать находиться под этим давлением. Ну а изнутри раньше Путин требовал от людей жертвовать своим будущим, своим достатком. То есть такими труднее осязаемыми вещами. А теперь он требует, чтобы люди жизнь кладут. И это все-таки очень серьезно и сильно. Это сильнейший стресс. Настолько сильный, что, может быть, таких сильных еще Россия не испытывала. Поэтому я уверен, что последствия у этого будут.